Работу органов местного самоуправления в Московской области оценивают не первый год. При подведении итогов учитывают показатели эффективности муниципалитетов, направленных на выполнение указов и посланий президента Российской Федерации Федеральному Собранию и ежегодных обращений губернатора к жителям. Лидерство – это не для того, чтобы бравировать цифрами и лавровые венки на шею одевать. Высший знак лидерства – это когда каждый человек в самых разных уголках нашего Подмосковья чувствует, что в его жизни перемены происходят. По итогам 2020 года возглавил региональный рейтинг городской округ Химки. Отмечен наградой и Люберецкий городской округ. Он вошел в десятку лучших муниципальных управленческих команд. Диплом вручается городскому округу Люберцы. Глава Ружицкий Владимир Петрович. Как отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, это награда всего коллектива администрации. Стать лидером легко, удержать лидерство сложнее. Мы двигаемся, я даю себе отчет, что следующий год будет запредельно сложным, но в том-то, наверное, есть и какая-то прелесть, что именно во времена сложные, ты должен искать решения, искать варианты, по крайней мере, себя мобилизовать, своих коллег по работе мобилизовать. У нас все для этого есть и опыт, и знания, и главное – желания. Впереди новый год, новый рейтинг и новые достижения. Городской администрации уверены, приложив совместные усилия, можно достичь еще более высоких результатов. Григорий Ворванин, телеканал ЛРТ. За последние семь дней люберчане обращались в полицию 1700 раз. Стражи правопорядка возбудили 23 уголовных дела, 18 из которых раскрыли по горячим следам. Подготовка к Новому году в Люберецкой полиции идет полным ходом. С 23 по 30 число нужно провести, наверное, комплекс совместных мероприятий, предупредительных профилактических мероприятий, направленных на недопущение террористических актов, чтобы у нас была усилена охрана наших школьных, дошкольных учебных заведений, в больницах, в других тех организациях, где есть скопление людей. Предстоящие новогодние праздники – ответственная пара как для правоохранительных органов, так и для работников администрации округа, блока ЖКХ и специалистов дорожных служб. Поэтому эта работа сейчас должна носить профилактический характер, чтобы мы не оказались в каких-то ситуациях, как бы мы их не предвидели. Мы все должны предвидеть, предугадать и максимально удержать вопросы безопасности и правопорядка на территории. В Люберцах продолжается праздничное оформление территории с использованием фирменного стиля «Зима в Подмосковье». В округе всю неделю проводились и плановые работы по благоустройству. Сотрудники подрядных организаций вывезли более 600 кубометров снега, произвели санитарную опиловку 19 деревьев. Александр Колганов, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Ежедневно сотрудники Люберецкого центра управления регионом обрабатывают более 200 обращений от жителей. Новогодние праздники для специалистов – время повышенной готовности и усиленной работы. Сегодня мы проверили эту работу. На сегодняшний день ЦУР полностью укомплектован людьми. У нас все расписано на эти новогодние праздники. То есть сформированы также в каждом муниципалитете аварийно-восстановительные бригады. Будет организовано дежурство. В праздничные дни в округе будут работать 15 таких бригад. Нагрузка увеличится на все сферы жизнеобеспечения округа. Среди них система ЖКХ, энергетики, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Нами так были даны поручения соответствующим структурам. Проведены дополнительные инструктажи. Подготовлены графики дежурств. Определены аварийные бригады, спецтехника. Полностью отработан алгоритм взаимодействия между данными структурами для, скажем так, обеспечения и локализации любой аварийной ситуации. В аварийных ситуациях или в случае некачественного оказания услуг жители округа могут обратиться в единую диспетчерскую службу. Принимает заявки и единая дежурно-диспетчерская служба. Непосредственно у нас диспетчер, принимая эту заявку, сразу ее интегрирует или в водоканал Люберецк, или в Люберецкую теплосеть, или непосредственно в управляющую компанию для принятия неотложных мер. В Люберцах работают 13 ресурсоснабжающих организаций. Самая крупная – Люберецкая теплосеть. Она обеспечивает теплом более 80% жилых домов и все социальные объекты округа. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Вместо старого и маленького новое, вдвое больше прежнего пожарное депо. Такой подарок канун профессионального праздника получат огнеборцы 232-й части. Здесь будут работать 78 человек и разместятся 8 спецмашин, что в старом здании было невозможно. Появилось отдельное помещение для спасателей, где будет их техника стоять. Здесь же больше машин входит в основной бокс, где будут стоять машины пожарные. Есть отдельное, где можно будет поставить машину для ремонта техники. Также у нас здесь появилась рукавная башня. Переехать в новое здание пожарным из Октябрьского помогли за счет весомой поддержки из регионального бюджета. Из 33 миллионов рублей 22 выделили из областной казны. Такие вложения оправданы большим охватом зоны обслуживания 232-й пожарной части. Это не только люберцы, но и близлежащие муниципалитеты. Это самое крупное пожарное депо в Люберецком городском округе и оно в тройке самых крупных в Московской области. Жители получили еще дополнительно безопасность с точки зрения пожарной безопасности, потому что в случае возгорания эта техника незамедлительно может прибыть для тушения пожара. На сегодняшний день здание депо готово полностью. Осталось укомплектовать его мебелью и техникой. Пожарная часть заработает в полном режиме по новому адресу. Весной 2021 года. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Мучительное ожидание завершения строительства позади, говорит Елена Хорева. Признается, уже и не надеялась получить ключи от своей квартиры до Нового года. Но накануне девушка увидела сон, который, как выяснилось, оказался вещем. Мне приснилось, что выдают ключи. И я очень надеялась, что он сбудется прямо в ближайшее время. Но даже, честно сказать, не могла поверить, что он реально сбудется прямо в считанные месяцы, недели, можно сказать. Я до последнего не верила. Первой в новой квартире Елены поселилась герань. Это давняя семейная традиция. Цветок символизирует домашний уют. Следующим этапом будет установка дверей и покупка мебели. Параллельно будет оформлять квартиру в собственность. Застройщик получил разрешение на ввод домов в эксплуатацию. Люди, которые ожидали вот этого счастливого момента более четырех лет, вот сейчас смогут получить ключи, посмотреть свои квартиры и подписывать акты приема-передачи, ну а дальше регистрировать собственность. Остальные дома также будут завершаться. И мы ожидаем, что в течение ближайшего времени и вопрос завершения строительства вот этих трех оставшихся домов также будет решен. Впереди у новоселов ремонт. Многие решили, что 2021 год они встретят в новых квартирах и обязательно с соседями, с которыми успели подружиться за время долгого ожидания завершения строительства. Всего 1512 бутылок для тех, кто спасает жизни. Питьевую воду получили медработники Красковской, Люберецкой областной больниц, 116-й поликлиники и ковидного стационара, созданного на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. Это бизнесмены подключились, предприниматели подключились всех разных уровней. И они оказывают какое-то содействие. Поэтому здесь врачи не остаются в одиночке так, не сами по себе, а все-таки чувствуют такую поддержку. Мы в дальнейшем, конечно, будем оказывать такое содействие. Для медиков, которые подолгу находятся в красных зонах стационаров, питьевая вода – действительно необходимый жизненный источник. А такие акции – способ немного отвлечься от напряженной работы. Огромные слова благодарности. Нам эта вода очень нужна. Потому что мы работаем в таких условиях, в СИЗах, в защитной одежде. И для того, чтобы по 6 часов как минимум находимся в красной зоне, а то и больше. И для того, чтобы восстанавливать водный баланс для организма, вода нам это очень необходима. Спасибо огромное. До Нового года в рамках акции «Спасибо врачам» 45 крупных стационаров Подмосковья получат 177 тысяч литров питьевой воды. Вот уже на протяжении нескольких месяцев врачи Красковской больницы, где организован моногоспиталь, кроме коллег и пациентов, никого не видят. Поэтому были приятно удивлены, когда к ним пришли гости. Сейчас пациентов, чей диагноз – коронавирусная инфекция, лечат более 700 люберецких врачей и медсестёр. Каждый из них получил сладкий подарок. Врачи у нас находятся на передовой. Уже практически год мы боремся с инфекцией. Поэтому любые подарки, поздравления врачам приятные. Они, конечно, благодарны этому. На встрече с медперсоналом глава городского округа Люберцы отметил, что в 2020 году отношение к врачам и тому, что они делают, существенно изменилось. К медикам, ну и какое отношение? Ну, есть и есть они до пандемии. А сегодня поняли, что медики – это, ну, по сути, главное. Потому что все понимают, самое главное – это здоровье. Здоровье есть, ты молодец. В новогодние праздники врачи будут работать в усиленном режиме, привлекут и дополнительных сотрудников. А между дежурствами они обязательно попьют чай с конфетами из новогодних подарков. Григорий Ворованин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Мы сегодня, вы замечаете, по городу нарядили елок живых и искусственных, это где-то 167, значит, светодиодные фонтаны, светодиодные фигуры, световые композиции, гирлянды по всему городу и нашим поселкам. Поэтому есть задача создать праздничное настроение. Канун Нового года и онлайн-разговор с люберчанами зашел в праздничное русло. Жители просили установить елки во дворах на стадионе «Урожай» и в парковой зоне Малаховского озера. Живая елка есть, она есть в наличии в Малаховке рядом с этим участком. Можем, да, можем поставить. Значит, давайте поставим елку там, то есть, давайте договоримся, есть какие-то традиции, не нами они заложены, что-то мы продолжили, и там, где что-то было, там это нужно оставлять. Потому что люди привыкли, тем более это старота с стороны Малаховки, там частный сектор, но тем не менее люди гуляют, ходят. Такой же насущный вопрос для люберчан в преддверии праздника – как утилизировать живые ели. Жители заверили, что от традиции прошлых лет в этом году не отступят. У нас организовано 9 пунктов живых елей. Акция будет проходить, бункера, адреса мы все опубликуем с 15 января по 15 февраля. Акция называется «Подари елки, вторую жизнь». Праздничная пора – время подарков. Кому в 2020 году они положены от государства? Еще один вопрос, которым озабочены жители. В этом году 1860 подновогодних подарков выдают многодетным, малообеспеченным семьям, каждому ребенку в семье. Как отметить Новый год в новых условиях? И действительно ли в ресторанах потребуют справку об отсутствии коронавируса? На волнующий многих люберчан вопрос ответили. На территории Московской области разрешены мероприятия с 31 по 10 включительно, в том числе и проведение корпоративных вечеров и так далее. Но обязанность руководителя организации спрашивать справки на посетителей. Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции – тема, без которой в современных реалиях не обойтись. Вот и в онлайн-беседе с главой жители сообщили о плохой дезинфекции подъездов и халатном отношении к средствам защиты в магазинах. Три раза в неделю проводим мониторинг не только по наличию товаров первой необходимости, 10 групп товаров, но и наличию масок у персонала и покупателей. Мы проверим этот магазин, таких фактов у нас сейчас немного. Вирусная инфекция внесла коррективы и в празднование новогодней ночи. На совещании сообщили, что массовых мероприятий и салюта в бой курантов в городском округе не будет. Анна Троян, Денис Заугольников и Пётр Пономаренко. Телеканал ЛРТА. Музыкальные посиделки по вечерам семья Амилютиных устраивает регулярно. Поют под аккомпанемент пианино или гитары. Главный аккомпаниатор – старшая дочь Вера. Она же теперь и семейный шеф-повар. Девушка учится в Люберецком техникуме имени Гагарина на технолога общественного питания. Поэтому часто радуют братьев и сестер их любимыми блюдами. Им нравится, когда что-то пекут, там какой-нибудь пирог, не знаю. Когда что-то пекут, просто Вера печет что-то. Им нравится очень. Ждут, подходят. Марина и Константин мечтали о большой дружной семье. Она исполнилась. Рассказывают. Сложно было с первыми двумя детьми. Теперь же, когда их восемь, стало гораздо легче. Старшие помогают по дому. Не исключают многодетные родители, что их семья может стать еще больше. Чем больше, тем веселее и легче, когда уже старшие начинают помогать. Поздравить большую семью с наступающим Новым годом и вручить подарки пришел глава городского округа Люберц и Владимир Ружицкий. А вам? Спасибо. Все симпатичные ребята, красавицы и красавцы. Мы еще вот так дадим. Так. Так. Ну-ка. Кот маленькому вот дадим. Вот он понимает, что так вкусно. В новогоднюю ночь все члены семьи обязательно загадают желание. Каждый свое. Есть у Амилютиных и общая мечта. Большой дом, где у всех будет по комнате. Уверены, она обязательно исполнится. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Мы приглашаем нашу победительницу Подлеснову Юлию Ивановну. Это Юлия Ивановна. То есть мастерство, оно присутствует, да? Самое доброе пожелание. Цветы, подарки и заветная статуэтка. Лучший бизнесвумен уходящего года Юлия Подлеснова говорит, что кроме внимания и призов, победа в конкурсе дает определенный статус в предпринимательском сообществе. Участие и победа дает некое развитие, шаг дальше. То есть есть к чему стремиться, к чему идти, от чего отталкиваться. Жюри выбирало лучшую предпринимательницу округа в режиме онлайн-конференции. Бизнес-леди соревновались в искусстве самопрезентации, создавали креативные бизнес-планы и отвечали на вопросы из истории предпринимательства Люберецкого округа. Главная цель – это, конечно, коммуницировать между властью и бизнесом, и между бизнесом и бизнесом. Потому что есть специальный чат, где девочки обмениваются и помогают друг другу, и участвуют в благотворительных акциях. Мы тоже помогаем, как Союз торгово-промышленная палата. Юлия Подлеснова будет представлять округ на областном конкурсе. Он состоится в Красногорске в начале следующего года. За звание лучшей бизнес-леди Подмосковья будут бороться представительницы более 45 муниципалитетов. Александр Колганов, Денис Заугольников и Михаил Давыдов. Телеканал ЛРТ. Согласно постановлению правительства России, с 2020 года все предприятия должны занести выпускаемую продукцию в реестр, который подтвердит, что она произведена на территории нашей страны. Непопадание в реестр лишает предприятия возможности участвовать в государственных закупках. А это основная доля прибыли большинства производителей и переработчиков продукции. Одним из первых, кто подавал документы на регистрацию в реестре, Сергей Шатилов. Его предприятие выпускает несколько сотен наименований продукции. По каждому нужно получить заключение о включении в реестр. Процедура действительно достаточно сложная и она, на первый взгляд, запутанная. Вот эти наши усилия, они, собственно говоря, были тщетными. То есть мы собрали большое количество документов, подали их и в итоге через какое-то время получили отказ от включения в этот реестр. Лишь после консультации в ТПП Московской области удалось подготовить необходимый пакет документов. Скоро часть продукции будет внесена в реестр. Чтобы другие предприниматели во время регистрации обошли подводные камни и знали, как действовать, был организован семинар. Представители ТПП рассказали о критериях, которым должна соответствовать такая продукция. По критериям, может быть, это, например, смена кода плюс оголовную долю. То есть импортные и комплектующие в этой ситуации должны быть там не больше 10%, 5% или 20-50%. Тогда сразу признают эту продукцию, как произойдет территория с федерацией. Торгово-промышленной палате пояснили, пройдя весь путь от начала до конца с одним видом продукции, предпринимателю все станет понятнее и с остальным таких сложностей не возникнет. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Останавливать автомобили инспекторам ГИБДД не привыкать. Делают это каждый день. В этот раз после проверки документов водители не отпускают. Передают их коллегам из налоговой. По своим базам данных они проверяют, есть ли у водителя неоплаченный штраф или налог. Геннадий Вешкин живет в Ногинске, а в Люберце приезжает по работе. Не дожидаясь, когда его остановят на дороге, сам решил узнать о своих долгах. У меня как бы я вожу на машине, на лицензированную работу, и поэтому сам вот зашел, мог спросить. Потому что, ну, как передвигаешь, людей же вожу. Неприятно. Через несколько минут вся финансовая история Геннадия была доступна судебным приставам. Еще один кредит на 55 тысяч. А вот у меня вот этого нету на 55 тысяч. И налоги на 10 тысяч. Кто и свой должник? Так у меня по поводу того, что я управляю машиной, нету? Штрафов у вас нету. Срок уплаты имущественных налогов завершился 1 декабря. Сейчас должникам начисляют пени. По словам налоговых инспекторов, тех, кто вовремя не оплачивает фискальные сборы, с каждым годом становится больше. Есть и такие, чей долг превысил миллион рублей. К сожалению, сейчас достаточно много людей, кто не оплатил в срок налоговое уведомление. Проверяем транспорт, земля, имущество, ну, то есть имущественные налоги. Подобные совместные рейды налоговые инспекторы и судебные приставы проводят раз в квартал. В ходе проверок в среднем выявляют 20 должников. Всем им вручают уведомления об оплате налоговой задолженности. В следующий раз масштабная проверка состоится в 2021 году. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Этот павильон для продажи фейерверков на парковке у торгового дома установлен несколько недель назад. Индивидуальный предприниматель, как ему казалось, оформил все необходимые документы. Получил разрешение от администрации торгового центра на установку павильона. А вот городской администрации разрешения выдано не было. И по закону павильон самовольная постройка. Надо дооформить процедуру в администрации, получить документ, который узаканивает нахождение ее здесь. И продолжать дальше заниматься торговлей никто не против. Но главное, надо было все-таки надлежащим образом законно получить документ и на основании его уже спокойно торговать. Предпринимателю выписали административный штраф. Также он должен устранить нарушения. Для этого у него есть две недели. Необходимо явиться завтра в 15 часов на 0 минут. Прошу передать уведомления вашему руководству и прошу явиться в назначенное время. Продажа фейерверков, как правило, носит временный характер. Пик торговли приходится на декабрь, после чего павильоны убирают до следующей зимы. Вам не сказали, до какого времени эта точка будет работать? Ну да, примерно, он говорил, до 15-го, ну или до 31-го. Посмотрим, как пойдет продажа. Инспекторы Госадомтехнадзора продолжат рейды по местам торговли фейерверками. По предварительной информации, на территории городского округа есть еще как минимум три точки несанкционированной продажи пиротехники. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Каждый лесничий знает, где искать нарушителей в канун Нового года. Последние недели декабря для лесной охраны самая горячая пора. Начинается охота на воришек-елок. Желающих сэкономить на праздничном дереве ловят ежегодно. Они дорогие, если покупать. А так пришел в лес. Это нарушение лесного законодательства и кодекса об административных правонарушениях, ст. 8.28. И за незаконную заготовку елей в лесу налагаются штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Ну, лес вообще я не думал, что за это какое-то нарушение будет. Будем оформлять протокол об административном правонарушении. Пойманный нарушитель остался без елки. Да еще и получил новогодний подарок в виде штрафа, в разы превышающего рыночную стоимость новогоднего деревца. Штрафы тоже разные. Опять же, в зависимости, кто совершил нарушение, либо от 3 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц штрафы от 20 до 40 тысяч рублей. Ну и, соответственно, на юридических лиц от 300 тысяч рублей штрафы. Просто так с рук никто не спустит. Если вам захотелось прийти и срубить елочку, лесничий увидел, никто вас просто так не отпустит. Чтобы не попасть в новогоднее приключение с уголовным акцентом, лесные инспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать закон. Ведь сейчас сами жители помогают сберечь деревья и сигнализируют лесной охране, когда замечают нарушения. А в случае, если так хочется самостоятельно добыть новогоднюю красавицу, можно отправиться в специальный питомник. У нас в виноградовском филиале есть Ульянинское лесничество. Там целенаправленно идет разведение любых хвойных пород. В предновогоднее время можете туда приехать, любые желающие могут приехать и выбрать себе ели. Операция «Елочка» охватила весь московский регион. Полторы тысячи инспекторов ежедневно патрулируют лесной фонд до наступления Нового года. Песнями и творческим мастер-классом на Малаховском озере открыли сезон экологической акции. Сначала кормушки разукрасили малыши, помогали им в этом воспитанники художественных школ. Сколько наблюдают сейчас, дети больше рисуют елочек, снежные шарики. То есть все у них очень новогоднее. Жители развесили 25 кормушек и установили два бельчатника, что в лесном массиве Малаховского озера всегда актуально. Благодаря региональной акции «Покорми птиц» домики для пернатых и животных в округе появляются уже третий год. Мы очень хотим сохранить разнообразие видов птиц в зимний период и пернатых просто поддержать. Как правило, сыпят семечки. Семечки хлеб. Вот я хочу сделать акцент, что семечки должны быть не жареные, не соленые. Это обязательно. Хлеб сушеный, если это хлеб. А вообще, конечно, это пшено, это зерно, белки, это сухие, сушеные фрукты, это орехи, не жареные, не соленые. Покормить пернатых и их пушистых друзей – белочек – удалось всем участникам праздника. В каждую новую кормушку жители положили правильный корм согласно диете лесных обитателей. Держи, давай мы тебе дадим. У тебя есть корм, держи. Эко-акция на Малаховском озере – это только начало доброго дела. Зимой новые домики для пернатых появятся во всех парках Люберец и на территориях школ. Сделать вклад в подкормку птиц можно уже сейчас. Для этого достаточно повесить свой скворечник на дерево. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Красно-белый Новый год – это большой спортивный праздник. Целый день на арене «Триумфа» свое мастерство показывали 220 воспитанников из ведущих футбольных школ Люберец. Со спартаковцами сыграли команды клубов «Торпеда», «Звезда» и «Урожай». Задача и цель нашего турнира – это популяризация детско-юрожеского футбола как в стране, в целом, так и в Люберецком округе. У нас нет проигравших. У нас все победители. Это футбольный фестиваль. Наша основная задача – это сделать так, чтобы ребенок с удовольствием занимался спортом. 12 команд из школы «Спартак» и 7 приглашенных в Люберецких составах по олимпийской системе сыграли десятки матчей. На поле вышли хоть и юные, но талантливые игроки. В семье Кирилла Ширяева футболом занимаются все. Несмотря на юный возраст, он отлично знает, чего хочет. Я обожаю технику мяча, люблю высоко бить и всякие финты вытворять. Это для меня экстрим. У меня мечта – ставить капитаном самой известной команды «Спартак». «Спартак» – чемпион! Занимаясь с детства спортом, можно заложить фундамент большого будущего. Так о своей школе говорят спартаковцы. Только в Люберцах под красно-белым символом работают три филиала. Клуб воспитывает юных футболистов с 6 до 14 лет. Но, по словам основателей, главная их цель – не только обучение будущих игроков для профессиональных лиг, но и воспитание. Если мы вкладываем в них сегодня то, что они должны быть добрые, порядочные, активные, спортивные, дружные, правильно реагировать и на победы, и на поражения, то мы на это больше даже уклон делаем, чем на спортивный результат. Но вот какими они станут людьми, мы на это обращаем внимание. Красно-белый Новый год хоть и прошел без поддержки болельщиков, но не отошел от главных традиций фестиваля. Все футболисты получили именные медали – мячи и кубки.